МИГ очередного этапа развития МИГ очередного этапа развития Минобороны поддерживает отечественных авиастроителей заказами на перспективную технику. В ближайшее время в рамках выполнения государственного контракта, подписанного на Международном военно-техническом форуме Армии 2018, Минобороны получит от АО Российская самолетостроительная корпорация МИГ первую партию серийных самолетов МИГ-35 для опытной эксплуатации. О серийной новинке и планах по ее выпуску обозревателю газеты «Красная звезда» рассказал генеральный директор АРСК МИГ Илья Тарасенко. Илья Сергеевич, экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны России интенсивно осваивают многофункциональные авиакомплексы МИГ-35. Давайте начнем наш разговор с вашей оценки нового самолета. Насколько успешна работа, проделанная конструкторами проекта? При проектировании МИГ-35 мы добились практически двойного увеличения внутреннего запаса топлива и боевой нагрузки. Внешние топливные баки и система дозаправки в полете, в том числе от однотипных самолетов, позволяют ему иметь боевой радиус действий, сопоставимый с истребителем тяжелого класса. Максимальная взлетная масса МИГ-35 по сравнению с МИГ-29 возросла на 30% и достигла 23,5 тонны. При этом конструкторам корпорации удалось сохранить высочайший летно-технические характеристики, а также внедрить в конструкцию ряд существенных усовершенствований. Например, улучшены несущие свойства крыла и значительно повышена общая прочность конструкции. Самолет МИГ-35 оснащен эффективной бортовой радиолокационной станцией, разработанной ООО-концерн радиоэлектронной технологии. БРЛС обеспечивает сопровождение 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров и позволяет одновременно поражать до шести воздушных и четырех наземных объектов. Одновременно с этим корпорация МИГ предлагает потенциальным заказчикам авиационные комплексы, оснащенные инновационными радарами с пассивными и активными фазированными решетками. Несмотря на то, что МИГ-35 относится к самолетам поколения 4, устанавливаемое на него бортовое радиоэлектронное оборудование по своим характеристикам не уступает применяемому на зарубежных истребителях пятого поколения. Новейшее БРЭА на авиакомплексе в полной мере обеспечивает возможность ведения воздушного боя днем и ночью, в пределах и за границей визуальной видимости. Высокоэффективные средства радиолокационной и оптической разведки, установленные на МИГ-35, позволяют обнаруживать малозаметные воздушные и наземные цели. Всего этого удалось достичь благодаря интеграции в самолет новейших систем, ранее применявшихся лишь в космонавтике. Текущие производственные мощности корпорации МИГ позволяют производить ежегодно более 30 машин. В дальнейшем какие изменения претерпит, так скажем, базовая модель, какие новые и модернизированные комплексы, система планируется или будет возможно установить на нее. Безусловно, при создании 35-го мы предусмотрели возможности для дальнейшего его совершенствования. По мере появления новых систем и технологий мы сможем предложить модернизацию самолета, в том числе до уровня следующего поколения. Заложенный в МИГ-35 принцип открытой архитектуры обеспечивает широкие возможности в плане модернизации бортового оборудования. Илья Сергеевич, в завершении нашей беседы расскажите о состоянии производственной базы РСК МИГ. На какой тип объемов серийного производства нового авиакомплекса МИГ-35 сориентирована сформированная кооперация предприятий соисполнителей? Государственной программой вооружения предусмотрена поставка авиационных комплексов МИГ-35. Думаю, что более правильно адресовать вопрос о количестве и сроках поставки новой авиатехники нашему заказчику Министерству обороны России. Сегодня мы готовы полностью заменить весь парк самолетов МИГ-29 на новые МИГ-35. Текущие производственные мощности корпорации МИГ позволяют производить ежегодно более 30 машин. Если говорить о производстве, то уже сегодня мы внедрили и запустили ряд проектов по цифровизации производственного комплекса. Внедряемые системы интегрируются в производственные площадки и цеха, объединяются в единую производственную сеть, позволяющую задействовать все наши производственные и конструкторские мощности. Это современная цифровая среда, позволяющая нам в режиме онлайн контролировать ход производства каждого самолета от этапов закупки материалов и комплектующих до производства агрегатов, окончательной сборки и испытаний готовых изделий. В свою очередь, внедренная нами цифровая система электронного проектирования позволяет перейти от 2D-чертежей к использованию 3D-моделей. Таким образом, мы повышаем эффективность применения систем проектирования на предприятии, оптимизируем трансфер документации из конструкторского бюро на производство и сокращаем сроки от начала разработки до изготовления первых образцов в 2-3 раза. Уже сегодня мы активно внедряем систему штрихкодирования, которая минимизирует возможность искажения данных об изделиях на производстве. Это позволит в несколько раз сократить время инвентаризации и оптимизирует логистические процессы. До конца 2019 года мы планируем полностью внедрить эту систему и интегрировать ее в цифровую платформу. Внедрение высокотехнологичных цифровых систем и техническое перевооружение предприятий корпорации требует активного изменения самой системы управления производством, повышения культуры производства. Сегодня на более чем 70% рабочих мест корпорации МИК внедрена система 5С, в 2018 году мы запустили более 100 проектов развития производственной системы. Общий экономический эффект от внедрения проектов производственной системы только в 2018 году составит более 34 миллионов рублей. Юрий Авдеев, красная звезда.